Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и это видео я хочу посвятить теме, существуют ли способы, как 100% не забеременеть. Вопросов на эту тему много, поэтому сегодня в этом видео вы узнаете самые действенные способы, как не забеременеть 100%. Поэтому смотрите видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы ещё этого не сделали. Задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях, действительно ли вы верите в такие способы. Ведь сейчас очень много разных способов, разных поверьей, как забеременеть, как не забеременеть. Всё-таки здесь мы будем говорить о способах, которые действительно помогают, которые доказаны, да, и, соответственно, проверены уже многими-многими людьми. Поэтому поехали! Действительно, на сегодняшний день проблема контрацепции очень сложная. Поверьте, я точно знаю, о чём и говорю. С одной стороны, контрацептивы доступны, контрацептивы понятны. Да, если мы берём там практически 20 лет назад, с этим была целая проблема, да, купить контрацептивы, как-то их применить. Доступность была снижена и, соответственно, не столько много их и было. То есть сейчас, в настоящее время, к нам пришли гормональные средства контрацепции, гормональные помпы, различные виды внутриматочной контрацепции, различные виды барьерной контрацепции. Но, тем не менее, проблема-то стоит остро. Почему? Потому что как-то вот наши многие женщины, мужчины считают, что, ну, не нужна нам контрацепция. Мы захотим, так забеременем. Не захотим, так не забеременем. И, к сожалению, на мой взгляд, эта позиция не очень правильна, потому что часто вот такие высказывания, такое мнение приводит к нежелательным беременностям и большому количеству абортов. А как вы знаете, всё-таки сейчас мы говорим о том, чтобы семьи активно увеличивались, да, чтобы у нас была рождаемость повышалась. И я всё-таки рекомендую женщинам к этому вопросу подходить очень обдуманно к вопросам контрацепции, к вопросам того, что именно планирование беременности, да, а не так, что вот, ну, забеременею, а я вот не хочу беременеть и пойду делать аборт. Я, как гинеколог, считаю эту позицию абсолютно неправильной и недопустимой, потому что аборт оказывает серьёзные воздействия, серьёзные последствия для вашего организма. В целом, и даже если мы говорим про хирургические аборты, ставится под вопрос последующей беременности. Почему? Потому что, к сожалению, во время медицинского хирургического аборта происходит иногда, да, в определённом процентном случае травматизация эндометрия, после чего эндометрий плохо нарастает или не нарастает, да, то есть гипоплазии, серьёзнейшие эндометрии возникают. И в любом случае, любой хирургический аборт, с кем бы он ни был сделан, насколько хорошо бы он ни был сделан, соответственно, ведёт к серьёзным воспалительным последствиям, тем самым эндометритам, которые очень тяжело лечатся, воспаление эндометрия, и потом ставят под вопрос наступление и вынашивание последующей беременности. Поэтому я крайне рекомендую вам к этому аккуратно относиться. А специально для мужчин, чтобы ваши мужчины, вы, дорогие мужчины, всегда были с хорошей потенцией, с хорошим уровнем либидо, с хорошими сперматозоидами и с хорошим уровнем тестостерона, я рекомендую препарат «Мужская мощь». Препарат потрясающий, оказывает влияние на потенцию, эрекцию, либидо, тестостерон. В своём составе содержится инксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и йохимбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие практически с первых дней приёма. Опять же, всё зависит от того, какие изначально у вас были проблемы и заболевания, и насколько сейчас вы ведёте правильный образ жизни, и, соответственно, правильно взаимодействуете со своим организмом. Пробуйте, заказывайте, первая ссылка в описании под этим видео, и ощущайте эффект мужской мощи. Принимать по одной капсуле два раза в день банки хватает на курс, на месяц. Я рекомендую длительный приём. Ну что, друзья, как не забеременеть? Первый совет, ты не забеременеешь, если у тебя не будет секса. И часто я со студентами раньше шутила, когда задавала такой вопрос, и ответ они получали от меня попить чая. То есть вместо сексуальной жизни пить чай, они раньше не могли понять, о чём речь. Но именно о том, что сексуальный контакт заменить чем-то другим. Тогда вы не забеременеете. Но для вашего организма могут наступить определённые осложнения и заболевания. На моём канале чуть выше есть эти видео, поэтому можно их посмотреть, если вы ещё их не видели. Так вот, если мы говорим про методы контрацепции, на сегодняшний день есть и барьерная контрацепция, которая защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путём, которые на сегодняшний день огромное-огромное множество. И особенно, если вы вступаете в половой контакт с малознакомым партнёром, нужно про это помнить. Только барьерная контрацепция защитит вас от этих неприятных инфекций. Затем гормональная контрацепция. Но здесь очень аккуратно нужно принимать гормональную контрацепцию женщинам, которых есть вредные привычки, которые курят. Потому что употребление гормонов и курения очень часто повышает риск тромбозов. И это тоже определённая проблема. Также существует внутриматочная контрацепция. Этот вид контрацепции я рекомендую женщинам, у которых уже есть дети, и которые в ближайшие 5 лет беременность не планируют. Я крайне рекомендую таким способом, и у которых только один половой партнёр. Почему? Потому что если половой партнёр не один, то это восходящий путь инфекции. То есть из шейки матки торчат такие усики. Соответственно, по ним часто инфекции поднимаются наверх, и возникает серьёзнейшее воспаление. Если вы хотите разобрать тот или иной вид контрацепции, пишите мне в комментариях под этим видео. И в следующем видео мы обязательно посвятим гормональной контрацепции, внутриматочной контрацепции или барьерной. Пишите, что интересно, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Ну и не забывайте про мужскую мощь, которая всегда на страже мужского здоровья. Пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok